всем привет с вами азбука семантики сегодня мы поговорим о том что такое письмо подтверждения письмо подтверждение это текст который автоматически отправляется пользователю при совершении им какого-то действия например если человек подпишется на вашу рассылку если он зарегистрируется на вашем интернет-сервисе или же купит у вас какой-то товар ему обязательно нужно выслать письмо подтверждение ну допустим все мы сталкивались с тем то что все мы покупали в интернет-магазине какие-то вещи и нам на почту всегда приходил уведомление о том то что мы оплатили сделали заказ мы его оплатили и собственно посылка к нам уже отправилась это такое транзакционное письмо в то же время является письмом подтверждением и ну таким своеобразным электронным чеком то есть признаком того то что мы действительно совершили какую-то сделку и собственно у нас есть все основания получить наш товар форма письма подтверждения должна быть максимально простой то есть ну человеку достаточно просто знать то что его действие не осталось незамеченным то что действительно если он допустим зарегистрировался на какой-то вебинар что действительно его адрес теперь есть в базе данных и за допустим час до вебинара человек получит ссылку на вебинарную комнату поэтому не перегружайте письмо лишней информации давайте человеку только ту которая ему действительно нужно так ту которая относится к тому действию которое совершил человек понятное дело то что в письме есть ряд важных элементов которые вы должны включить то есть это та часть письма который отвечает от кого это письмо то есть там допустим с вашего сайта или от конкретного человека сотрудника вашей компании в нем должен быть все равно заголовок на смотря на то что это автоматическое письмо скажите то что это письмо подтверждение допустим многие интернет-магазины заголовок помещают уникальный номер заказа человека также у нас есть прихедер то есть дополнение к заголовку который его расшифровывать то есть допустим если ты заказ интернет-магазине то можно там указать что мы уже укомплектовали ваш товар и в самое ближайшее время он будет вам отправлен в город ну и основной текст то есть если у нас это допустим транзакционное письмо то там мы даем небольшую как бы мини накладную что за товар сколько он стоит это что человек в такое-то время оплатил его допустим с банковской карточки ну и кратко пробежимся по текстам писем подтверждений здесь в первую очередь опять же краткость никто не будет читать длинное письмо и как бы цель не заставить человека дочитать письмо до конца а подтвердить то что вы выполнили перед ним свои обязательства фокусируйтесь на теме письма и раскройте ее в дальнейшем тексте ну и также понятное дело то что вы должны указать свои контактные данные или же допустим если это интернет-магазин то будет не лишним указать допустим контактные данные вашей службы поддержки то есть если человека возникнут какие-то проблемы с заказом он всегда может позвонить по указанному номеру и выяснить что же не так поэтому относитесь ответственно к письмам и подтверждением и не перегружайте их лишней информации не лейте туда много воды будьте краткими и пишите по делу сегодня все мы напоминаем что все выпуски азбуки доступны в текстовом формате у нас в блоге ссылка будет в описании под этим видеороликом с вами была азбука от семантики подписывайтесь обучайтесь обращайтесь